Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео мы обсудим информацию об аресте Ольги Анатольевны Клейнарт. Как вы знаете, в декабре, 23 декабря 2019 года, районный суд номер 2 Алматинского района города Нур-Султан вынес обвинительный приговор в адрес четырех лидеров компании «Квестер Ворлд». Кенесары Карамаев получил 10 лет, Расул Метов Бахадир 9 лет, Бакыт Кожебергенова 8 лет и Кымбат Мохамбетова 8 лет. Полный текст приговора вы можете получить в нашей группе «ФВАМ Закон». И у многих возник вопрос, если дело в Казахстане закончилось обвинительным приговором, то будет ли какое-то судебное разбирательство в отношении лидеров, которые продвигали «Квестеру Ворлд» на территории России? В чате «ФВАМ Закон» пользователь с логином Morningstar14 написала следующее сообщение. «Добрый вечер. Разговаривала вчера со следователем, который вел дело по «Квестере» в Казахстане, и он сказал, что Ольгу Клейнарт арестовали в России по требованию казахстанской страны, и она будет сопровождена в Казахстан для предъявления ей претензий в судебном порядке. В общем, везут ее на суд к нам». Насколько данная информация соответствует действительности, пока сказать сложно, потому что в 2017 году, кто помнит, был репортаж о том, что якобы арестован организатор компании «Квестер Ворлд» Павел Крымов, и впоследствии он будет перенаправлен в Казахстан для судебного разбирательства. Да, Крымова нельзя назвать «невинной овечкой», потому что у него за плечами есть несколько закрывшихся пирамид и лохотронов, это так. Но похоже, что именно «Квестер Ворлд» к компании «Агам» он никакого отношения не имел, и вся эта компания против Крымова просто была попыткой организаторов «Квестеры» перенести ответственность на него, назначить его, так сказать, стрелочником. Что касается ареста Ольги Клейнард, если у вас есть какая-то информация, подтверждающая ее арест или опровергающая, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Если информация об аресте Ольги Анатольевны соответствует действительности, то вполне уместно вспомнить то, что она говорила инвесторам в 2018 году, то есть когда уже год не было выплат. Я вас всех хочу поздравить с тем, что мы все с вами на правильном пути, в правильной компанию. Я вас всех поздравляю, я вам всем желаю дождаться, например, того счастливого дня, когда вы утром просыпаетесь, а где-то либо в чате, либо открыв компьютер, вы видите, есть кнопка вывода. Итак, Ольга Анатольевна всех поздравляет, желает дождаться, когда же появится кнопка вывода. Прошло с тех пор полтора года, на дворе февраль 2020-го, кнопки вывода так и нет. А помните, как инвесторы восхищались Кирой Антипиной, Ольгой Анатольевной Клинарт и прочими кофеварами? Какие восторженные комментарии писали. Ой, как вы нам классно все разжевываете, все объясняете, вы так много знаете о нашей великой корпорации номер один. А потом наступил момент, когда у кофеваров обнаружились признаки серого вещества в голове, и они стали о чем-то догадываться, и стали удалять свои каналы, удаляться из социальных сетей, ну и так далее. Что касается предполагаемого ареста Ольги Анатольевны Клинарт, пожалуйста, пишите в комментариях, что вы об этом знаете и что вы об этом думаете. А я, как всегда, буду держать руку на пульсе. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.